Доделаем в ноябре. Очередная плановая дата завершения работ на проспекте Мира сорвана. Последний срок, который называли власти, был 27 октября. Сегодня чиновники заявили, не успевают даже к последнему дню месяца. Это по контракту крайний срок. Причем отличается от планов не только сроки ремонта, но и его результаты. Все обещания чиновникам сегодня припомнила Екатерина Кашучи. Катя, а ведь начиналась эта история хорошо, насколько я помню. Да, она начиналась хорошо и даже оптимистично и для чиновников, и для журналистов тоже. Если вы помните, то когда вся эта история начиналась, были такие заголовки от властей. Мол, все это для людей, мы сделаем наконец-то улицу для людей, для красноярцев. Вот так все начиналось. Тогда говорили очень много, обещали очень много. Сегодня мы действительно припоминали все эти обещания. Ну а потом, как водится, вышло все-таки что-то пошло не так. И вышло совсем по-другому обещание, ведь было очень много. Давайте вспомним самое главное и масштабное из них. Одна из фишек этого капремонта будет как раз-таки преобразить улицу, убрав все надземные коммуникации в виде электросетей, либо еще каких-то там сетей связи, как раз-таки в подземные коммуникации. Это заявление прозвучало еще в феврале. Тогда говорили, что в апреле уже начнут первые работы, но в апреле только опубликовали первые картинки того, как должен был выглядеть результат. Появились первые проекты, и там первое, что бросилось в глаза, действительно, что все коммуникации убраны под землю, никаких проводов нет. Но теперь сравните это с реальной картинкой. Это снято сегодня. Все до единого провода на месте. На другой красивой картинке нам показывали, что на месте старых и разбитых фонарных столбов будут аккуратные новые опоры. Они тоже так и остались пока на бумаге. Вот вам картинка сегодняшнего дня в подтверждении. Как выяснилось, все нужные коммуникации, они все-таки еще могут появиться, потому что под землей тоже все готово, все провода там проложены. А вот сами световые опоры еще даже не привезли в Красноярск. Они находятся в Екатеринбурге. Замечу, меньше недели осталось до сдачи. Этого проекта и когда привезут эти самые опоры, а тем более когда установят, точного срока у властей сейчас в принципе нет. Мы только вот буквально накануне выяснили, что предприятие, которое поставляет опоры наружного освещения, только к концу месяца их отгружает на транспорт в сторону Красноярска. Это займет еще дня три. Неделю нужно, чтобы установить. Будет три-четыре бригады работать. Нам главное, чтобы эти опоры пришли. И тогда действительно этих кабельных линей, которые есть наверху, их не будет. В ноябре все это могут делать? Совершенно верно, да. Но если отсутствие проводов и фонарей все еще могут сбыться, хоть и в ноябре, то с зеленью у нас уже шансов нет. На макетах ее было очень много. Даже деревья в катках красивых стояли. Но вместо этого мы видим забетонированные редкие кустарники. И даже это еще не все невыполненные обещания. Будет у нас осуществлена новая иллюминация, то есть как бы в виде подсветки деревьев, подсветки фасадов. Вместо этого пока просто сняли иллюминацию прежнюю и тишина. Сейчас говорят, может быть к универсиаде мы вместо нее что-то и повесим. Но прямо сейчас самое любимое мое обещание. Основная концепция, если говорить коротко, улучшить движение как автотранспорта, так и пешеходов. Видимо, по этому обещанию и убрали, например, все парковки. А автотранспорт теперь объезжает целую вереницу припарковавшихся на мир. Они занимают целую полосу. Для пешеходов тоже стало очень хорошо все. Особенно для маломобильных. Вместо плавного спуска им построили ступеньки. Такая ситуация на перекрестке мира и диктатуры. Кстати, в проекте чиновники вообще обещали, что они чуть ли не будут сравнивать всю проезжую часть с тротуаром для удобства колясочников. Для них же хотели установить и говорящие светофоры, но снова что-то пошло не так. Как и со всей тротуарной плиткой, которая должна была быть крупной, сделанной по московскому подобию, уникальной для Красноярска. У нас такой нет. И говорят, что хотели сделать что-то особенное. Вот здесь, видимо, все-таки попали в цель, сделали нечто особенное, чего больше в Красноярске, но нигде нет. Вика, у меня на этом все. Спасибо, Катя, какое-то досадное чувство осталось после твоего репортажа.